Так. Короче, ребят, Рева готов в боу-5 играть, об этом надо заранее предупреждать, на самом деле, боу-7 или боу-5. Короче, поехали, ребят, будем разбираться по ходу пьесы, что называется, Рева против Коу, третий матч из серии Рева против Протасов бьется. Задержка 90 секунд, ты все сам увидишь. Вот. Какой брифинг, о чем Рева говорит, я хз. Короче, Рева Коу. Достаточно принципиальная такая дуэль. Сложно мне сказать, кто победит. Победил Реву Вердосу 3-0, проиграл. Что за шляпа, прошу прощения. Стрим начался и реклама пошла, судя по всему. Все, закрываю рекламу. Победил, короче, Рева Вердосу 3-0. Коу 1, ой, этому Скиллусу 1-3 проиграл. С Коу, я думаю, будет принципиальная дуэль. Вот. Я думаю, что Коу победит, скорее всего, потому что он в последнее время тренется, как бы, и... Неплохой рейтинг, почти 6к у него. И на Go4Scound до полуфинала доходил немножечко. Ну, может быть, Рева удивит. Кинь сюрпризы нам приготовил. Здорово, Сетворк. Здорово всем, ребят. Так что посмотрим. Да. Корону Урусбрейна. Корону Урусбрейна не так-то просто отобрать. А вообще у него на моем канале рога. Пока его никто не потеснил. Но не всегда Кирилл присутствует, потому что занят по большей части. Короче, полетели, адептики, вперед, две иллюзии. Ну, а вы помните про поддержку моего канала. Также, ребят, все-таки ноябрь конкурс, да и не только. Стримлю 24 на 7. Ну, как, половину суток я примерно ставлю запись, половину суток примерно я стримлю. Вчера я играл 1 на 1, 2 на 2 с Башей, с Братком, 3 на 3 с Пашей и с Демагой. Вот. Но, к сожалению, 3 на 3 я забыл сделать стоп-старт, поставил записи. 3 на 3 срослись. Это видео с записью, короче, которая, повтор имеется в виду, был на канале. 15 часов там видео, я не знаю, как выкладывать буду 3 на 3, подумаю об этом. Вот, может быть, помотаю просто в записи еще вот и все. А может быть, как-то подумаю по-другому, как сделать. Похарасил, Коу пришел. Три линго, два рабочих минус. Хороший хара с адептами, нужно отметить. И уходит домой спокойно адептиками сейчас. Или неспокойно? Да нет, спокойно вроде как уходит Коу. Так, ушел. Глев и Роба, Рева все видит, да? Да, Рева все видит прекрасно. Привет, Маверикс. Привет всем, ребят. Привет, Маверикс. Привет. Так, что-то как-то один адепт через центр, остальные через верх, непонятно. Адепти Комякова и ходят вперед. Мрак атакует улей. Тут Коу с лингами разбирается, спокойно иллюзии посылает, что дальше? 80 на 60, в лимиту у Ревы делается муфроучем сейчас. Коу заходит на третью просто, два дрона уничтожили. Надо иллюзии посылать куда-то в это время. Призма на мэне, погодите. А, дарки уже есть, кстати говоря, ребят. Дарки есть, я вам честно скажу, это опасно для Ревы сейчас очень-очень. Опа-на, оверсир есть? Да, есть оверсир, но где он? Он на третьей базе. А дарки где? Правильно, на мэне. Ну почему-то Коу недоконтроливает, стоит сейчас просто, ничего не делает. Дарками ты иди, что-нибудь делай сейчас. Иначе зерк пойдет сейчас в улын просто, и ты ничего потом не получишь у тебя сделать. Провал адептов сейчас был, минус адептов все будут у Коу. Еще и оверсиром улетит, возможно. Так, еще и оверсира подвел сюда, в общем-то, Коу. Так что, так, четыре дарка уже, ё-моё. И что они должны сделать, я не понимаю. Ну все, Ревы восстанавливают рабочих. Коу очень сильно завтыкал, здесь нужно отметить этот факт. Вот, залетают дарки, минус королева сразу же. Лейер фокусить смысла я просто не вижу никакого. Два дарка на вторую уходят. Роучи забегали взад и вперед сейчас. Так. Ну минус шпиль, что тут говорить. Ну а пришли роучи. Коу забирает двух дарков, два погибли. Ну 14 дронов минус, минус шпиль. Рева заново строит шпиль на... Так, погодите, а здесь что-то на форжа. Ну так, вроде Коу прохарасил. Но как-то... Как-то пока что для Коу тут неоднозначная ситуация складывается, вам скажу. С одной стороны, он вроде как нахарасил и парабам. Ну, кстати, вот весь харас, который был со стороны Коу, то есть он и потерял много. Вот если б не эта нелепая отдача адептов, ситуация была бы совершенно иной. То есть он бы даже с гвардии нашел дом, мог выход сейчас какой-то крутой сделать бы. Но отдача адептов, и в итоге вы поняли, что происходит. Надо только дронов фокусить, а не роучи, а архонами. Вот в чем прикол. Коу, что ты делаешь? Все, два дрона минус роуч один. Шпиль скоро будет готов. Свич на муточку от Рева идет. А что Коу? Коу даже блинка нет. То есть он отменил шпиль, и уверен, что Рева не будет муту выходить. Мне кажется, это очень спорное решение было. Но Коу хочет нам продемонстрировать крутой тайминг выхода сейчас. И с двумя архончиками действительно можно очень неплохо здесь выйти. Ну блин, так, ну что делать с восьми муталисками? Я не знаю пока. Залетает призма сейчас. Восемь муток сейчас будут готовы. Отступает Коу назад. Это ситуация не очень хорошая для него, я вам скажу. Мутка сейчас примет призму. Это стопроцентный расклад. А дальше что? Как отбиваться дальше от муталисков? Нужно было выход делать абсолютно точно сейчас Коу. Он выход не сделал. Это катастрофа. Призма на мейн прилетает. Мута полетела у Рева Хараси. Сейчас он поймет, что эта ошибка развернется и полетит на мейн сбивать призму. Или нет? Нет, он летит вперед. Ёма, зачем? Что-то не понимаю, зачем Рева летит. Харасить муталисками. Ну, кстати, Коу вообще на мейне не готов. Где Мазеркор вообще? Мазеркор на третьей базе. Ой, энергии нет совсем. Ну, до варствалкеров мутки не так уж много на самом деле здесь у Рева. Крит демеджа, я думаю, экономика Коу не получит. Хотя 6 пробок уже, 7 даже выбитых. 9 выбитых. 47, 62, парабам. Еще один уверчаж. Залетают еще и Архоны. Мутку встречают парой залпов хороших. Имеет ли смысл с энтрями выйти навстречу? Имел, конечно, но Коу не вышел. 115, 176. Как-то по лимиту уже тут проседание идет. Но вот эти ребята могут на самом деле разговаривать даже в таких ситуациях. Но никаких выходов точно делать нельзя. Сейчас Рева добавил еще муталисков. Похоже на 1-0. Я думаю, у Коу здесь уже не втянуть эту игру. Так, Гвардиан нужно с энтрюей врубить. Гвардиан Коу. Где же он этот Гвардиан-то? С энтрю за контролем. Часть мутки пробрил. Рева движется вперед. Только один здесь. Здесь только один дестабилизатор. Здесь там масс-роучи реведжеры. 137, 77. Коу сам вперед пошел. Куда ты, Коу, идешь? Аккуратней будь. Нужен залп. Залп должен быть очень жестким. Залп не такой уж жесткий получился. Но отходят назад немножечко иммортлые. Новые ПЛД пошли. Мазеркор. Где вообще Мазеркора нету, что ли у Коу? Похоже, что нет. 102 на 142. Рева пришел. И был развален сейчас просто такое у меня ощущение сложилось. Коу. Или это не ощущение, а реальность. Это реальность. По раучим реведжерам еще один залп. Коу. Конечно, мог и лучше здесь стрельнуть. Но как получилось, так и стрельнул. 129 на 90 по лимиту, ребят. Ситуация по лимиту выравнивается. Фактически вижу два дарка сливающихся в Архуна. Сейчас муталец. Все два осталось. До варп еще Адептосов идет. 113-126. По лимиту. Неожиданный переворот просто в данной игре происходит. Архуны правдит все сзади. Ух. Ух. Призму ни в коем случае нельзя раскладывать под реведжеров. Иначе несколько фаерболов лишаешься прироста ты сразу же. Падает королева. Падает здесь все. Потери для ревы уже какие-то провальные. Всего, а представьте, два дестабилизатора было. То есть вообще космос был бы просто жесткий. Так, фаерболы проходят. До варп еще с талкеров идет. И блинк это самое главное. Ухо у них что самое интересное. Был бы блинк, тоже был бы развал. Был бы более жесткий бы еще. Фаербольчики новые от ревы идут. Он держится 120 на 137 по лимиту. Но очень много реведжеров, кстати. Если стэк реведжеров этот весь рево потеряет, то для него это будет провалом, конечно. Но этот стэк подерять тяжело. Там масс фаерболы просто. Фаерболы вообще разваливают жестко в таких ситуациях. На разворотику дерется. Дерется неплохо вроде как. Но архончики закончили сейчас. 140 на 102. Не понимаю, что творится вообще. Просто дича не замес. Видно, что бой просто жестко принципиально идет. От фаербола в Коу вроде как уворачивается неплохо. Вот где хотя бы один дестабилизатор? Я не понимаю, почему Коу не добавит тупо дестабилизатора. Вот он пошел. Вот он один еще дома, кстати, есть. Блинк просто. Есть твой лайт. Делай блинк спокойно. 150-150. Получай качественно. Армию, точнее, другого качества совершенно. Делай дестабилизаторов. Разваливай реводжеров в хлам. Причем очевидно, что ревщик сейчас не может свинчнуться с этих реводжеров никуда. Потому что у него слабенькая экономика осталась. Они друг друга убили. И они будут биться именно той армией, которая фактически есть на данный момент. Второй дестабилизончик идет сейчас сюда. Коу начинает покусить дронов. На моей неурелой проблемы, между прочим. Дрона 4 уничтожено. 5. Плюс пара лингов. Будет ли телепорт? Не надо телепортироваться. Коу, зачем ты телепортируешься? Призму верни сюда. Призму, емае. Все, адептов потерял. Зачем нахрен так их отдавать? Сел в призму, да улетел. Так, тремя дарками отменяет четвертую хатку. Но почему-то один дарк не в бою. Сейчас 4 дарка вообще будет. Че, рева, будет хату-то отменять? Да, отменяет хату. Молодец, успевает. Но если не успевать в таких ситуациях, то это забей вообще называется. Вот. Так, опять 2 архона тут против мутки. Загружается, Коу улетает. Надо встретить с толкерами на самом деле архонов. Ох, как в стэк хорошо Коу бомбит. Минус линги. 122, 157. Рева проверяет уже ниндзя-нексус. Здесь, кстати, он есть на хг, но там пока рабов. Нет на этом ниндзя-нексусе. Но у Коу блинка плюс 2. Сейчас будет очень прям скоро готовы грейды. Мутка практически бесполезная, я вижу, в данной ситуации. Против вот этого микса. Все будет зависеть от того, как дестабилизаторы жахнут. Мне вот видится так здесь бой на самом деле. Видит, Рева Штукова на центре стоит. Не наламывается никуда пока. Здесь стеночка. Телепорт мазеркуром. Хороший, надо отлететь и назад тпшечку сделать просто и все. Там архивы темпларов. У нас что-то мутка. Мейн полетела расхарасить. Да, мутка полетела. Мейн расхарасить. Коу очень прикольно обороняется на самом деле архонами от муталисков с призмами. Но хватит ли в этот раз? Вопрос хороший. Рева тут основной армии. Опять 170 на 130. Ситуация по лимиту какая-то печальная. Но это весь лимит, что у Рева сейчас есть. Вот в чем проблема. Коу может масса архонов здесь наштамповать. Он вообще много чего может здесь наштамповать. Смотрите, он коу не готов к врыву мутки столь гигантскому. Единственное сейчас, что происходит. Вот что я вижу, косяк, где архонов плюс 3 коу сливает еще. Но кто муту-то будет отбивать? 25 штук этих муталисков. Это жесть какая-то. Сплит мутки идет. Все, архоны минус. Вот тебе и мута. Коу поломился уже вперед сейчас. И что, а кто мейн будет отбивать? Здесь фотонки на дальнем респе. Респ это то, что может Коу сейчас спасти. Будет Рева в размин идти. Возможно, что да, будет Рева и в размин идти. Так, Мазеркор на третьей базе. Нужно какой-то варп туда сделать. Так, идут атака. Три оверчажа Коу выставляют. Они что-то убьют, эти оверчажи явно. И стабилизаторы здесь в атаке. Сбреваются новейшие базы. А здесь-то как отбиваться? Вот я не понимаю. Сюда нужно делать какие-то... Так, Мазеркор нужно восстанавливать. Сбревает Реви базу. Ощеренную 159 на 130. Полетел сюда в этом направлении. Но здесь 4 фатак. Мазеркор тоже сейчас будет готов. Понимает Рева, что здесь... Так, прилетает на муви под потонки под сталкеров. Огребает просто. Сейчас демиджи наполучал. Под блинки сталкеров идут. Но муты слишком, слишком много мутов. Надо что-то вести туда срочно, на самом деле. Коу, иначе здесь все будет уничтожено просто напрочь. Фениксы не строятся. Архоны нужны здесь для обороны срочно. Очень срочно нужны архоны. Мутка в стеке. Архон живет. Архона надо фокусить. Рева понимает прекрасно, что именно архона надо здесь фокусить. Но есть ли у Ревы рабочие-то на карте где-то 20? Есть сныканы, но он вообще их не контролит, кстати, сейчас. А как Коу отбиваться собирается? Я чуть не понимаю этот момент, единственное. Так, и с плюс 3 доделается для Рева. Это вообще катастрофа, потому что с плюс 3 против нулей. Это вообще космос драться. Коу отходит домой. Здесь два газа осталось. Газ-то убей, ё-моё. Чем-нибудь одного юнита-то пошли какого-нибудь газ разваливать. Коу ничего никуда не посылает. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Зерганец сильнее на свете. Револьвер, вперед. К победе. С выражением мужик-то наш озвучивальщик произнес, да? Прям-таки с выражением. Наземную армию Рева теряет. Сейчас по лимиту, короче говоря, его меньше. Ну и что тут? Газа остались здесь? Я чуть не понимаю, почему Коу не добивает здания Ревы? Я чуть не понимаю вообще этого момента сейчас, признаться честно. А-а-а, вот она, Хатен-то. Вот он где. Остался Хатен один здесь у Ревы. Но сколько муток осталось? 17 штук. 16. 14. Три муталиска сдуло. Но Архона одного забрал Рева сейчас. Коу делает нексус. У него одна пробка. Какой нексус-то, ё-моё? Ещё три муталиска. Как сталкеры идеально залпанули сейчас. Всё, 10 муталей осталось. Рева пишет ГГ. Нахрен драться-то было. Кстати, вот эта игра, если бы Коу начал сейчас сидеть бы на ровном месте, просто никуда не рыпаться, то тогда бы, тогда бы, конечно же, победил бы. Спасибо ещё раз за поддержку. Так, ещё один неизвестный. Сегодня они неизвестные. Какие-то по сотику пиливают. Мы жду инвайта. Продолжение следует... 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 Так, летает у Версира, у Коу Глев, у Коу третий Никсус, там Зилок на третьем Миксе. Даркшайн запилен, у Версира надо сбить обязательно, что Коу и делает, кстати, гряну. Контроль надо до конца, Коу, ну что ты начал контролить, а потом... Нельзя так, или ты контролишь, или ты не контролишь, черт побери. Так, увидел ли я его Даркшайн, я чуть не понял. Нет, он Даркшайн не спалил, вот это, да. Но спорки тайминговые ставятся, поэтому все в порядке. Так, на третьем Никсусе один Зилок, 2 Апил, где Мазеркор-то вообще летает? Мазеркор где-то летает, непонятно где. Так, прибегаю от Собаки, до Варфа идет Адепта, у него есть Глевы хуже, поэтому на Изичах этих Лингов один в такой позиции хороший развалит всех. Здесь 4 Адепта от Коу и Даркшайн сейчас будет готов. Куда? Куда-то Адепта, куда-то Дарки будут врываться, но уже 2 Аверсира у Ревы. Он замасил сейчас Роучи и Лингов, но вот дроп Адептика пойдет за газ. Пару Лингов забрал, улетает, понимаешь, здесь ничего не сделать. Адепты падают, Дарки живут пока, ну Дарки живут это хорошо, но Роучи-то вперед все идут. Коу делает Шторм, сдается мне, что Шторм может здесь и не помочь. Ой, как Коу сейчас зафейлил, призму потерял, Дарков потерял. Это катастрофа, потому что посмотрите на боевые лимиты. Экономика у Коу, конечно, лучше значительно. У него и Штормовички есть, но отспеет ли он добавить этих... Блин, что я заикаюсь-то сегодня? Много стримлю что-то. Добавить гейты. Нужно бустить... Почему такого не бустит Шторм? Я понятия не имею, почему без Шторма шансов отбиться мало. Хотя 2 Шторма она вряд ли перевернут весь замес этот, да, как бы. Но могут и перевернуть на самом деле. Так, где Мазеркор летает? Вообще без понятия, где Мазеркор летает. А, здесь Мазеркор сверху висит. Есть оверчаж номер 1, 61, 58, барабам. Здесь стенка из гейтов, всё в порядке. Мазеркор встречает. Мазеркор отгоняет. Нужно менять позицию. Здесь ещё 2 фотонки. А древы пошли, ой, а Коу пошли. Но тут свичмутку идёт. Опять же свичмутку, к которому Коу совсем не... А, почему? Смотрите, он, кажется, шпиль видел. Видел? Нет? Нет, не видел. Ну, тайминга просто знает, как облупленного револьверчика Коу. Он всегда делает свичмутку. И так оно и есть. Я подтверждаю эту тему. Ревы очень любят делать свичмутку. Да многие цветы любят делать свичмутку, потому что они достаточно эффективны. Так, да, делаю стайп гиппи. На мейн Мазеркор надо везти. Очевидно, это сейчас становится, что муталиски именно туда и летят. Это читается вообще сразу же. Даже по направлению движения видно было, куда они летят. Хотя можно отлететь сюда, потом облететь и ещё с другой стороны пролететь. Фениксов сейчас 4 штуки уже будет очень скоро, а 4 штуки Феникса неспокойно. Так, везде стационарная оборона у Коу, дохрена. Но почему-то 2 пси-штормовика всего. Надо больше штормовиков, конечно, делать. Ведь штормовиков есть никак, на самом деле. Так, 2 шторма и Архончика сливает. О, сейчас. Мутки больно очень стало. Потеряно аж 8 муталисков за этот урыв. Ну, Рева 4-ю хатэн на 4-ю хату занял, собственно говоря, на центре. Ну, Рева шатает. Тут неплохо мутань. Одна фотонка, правда, есть здесь. Она поможет выдержать прессинг. Верчаж. Плюс Феникс и прилетает. Рева на таран. Таран уже рабов пытается убить. Да какие рабы-то? Разгромил Коу всю муту вообще в хлам. Да, варпливает пси-штормовиков. Еще можно вперед идти. Там хайф. Выход брудов, что ли, сразу идет? Не знаю, во что выход идет. Но 80 дронов у Рева. Это реально много, как бы. Либо сейчас идти вперед, либо потом будет тяжело, на самом деле, Коу биться. Ну, вот у него много ресурсов. У него гейтов, правда, сколько гейтов. Гейтов 8 штук. Есть это хорошее количество, в принципе. Но нужно развивать свой успех. А, и к бруда мужиков готовится, на самом деле, насколько я вижу. Ну, и вот таким миксом навряд ли со штормом продавишь, я думаю. Камни Коу пробил. Вниз скинул. Так, штормовики в призме сидят. Нахрен они в призме-то сидят. Это ж не тиран. Он не может зафетбэчить. Хороший такой штормец. Но надо было запустить, наверное, наверх оппонента своего Коу. Тогда бы мог бы он вообще тут развалить хлам штормами. Пошел. Так. Сливается архон, и эти не будут сливаться. Фениксы что-то в караптерах наотдавались сейчас. Очевидно, что выход брудов идет. Коу стройки. Фениксы-то. Темписты уже нужны. Коу. Вот они и темписты пошли. Сейчас уже будут морфиться бруды. Блин, но темпистов будет у Коу маловато, я вам скажу так. То есть, как бы, выдержит ли Коу вопрос хороший. Очень мало темпистов будет на данный момент. Мазершип тоже это очень хорошо. Но он тоже не успевает по таймингу к брудам. А где бруды? Ой, 10 штук. Но они не прикрыты вообще ничем. Ни одного караптера не будет. Темписты готовы. Летят вперед без плюс один, без всего. Но они нормально пулями своими пив-пив будут под брудом делать. Издалека по чуть-чуть, понемножечку их расковыривать. Ну, может быть, адский налом одновременно всеми юнитами. И вот этого такого может не выдержать, на самом деле. Ну, и вижу, здесь налом идет на мейн. Креви, это зелков 8 штук сейчас будет наломилось. Так, темпист выдвигается вперед. Пошли. Да, зелки. Можно вторую Коготь просто сейчас уничтожить. И все. Будет, конечно, не поражение это. Но это неприятная такая темьема. Как штормы сейчас жгут? Пошел врыв зелками. Здесь две плетки есть. Нужен еще варп зелков сейчас, на самом деле. Штормовики разваливаются под ударами брудов. Брудов, Коу, не фокус. Это ошибка очень большая. Надо сваливать отсюда. Сейчас будет уже мазершип готов. Но до варп еще зелков. Мейн хорошо напрягает револьверу. Он ничего не ведет на оборону. Это ошибка очень серьезная, на самом деле. Грейтер Спайер уничтожен. То есть по воздуху ничего больше построить не получится. Реви сейчас. Грейтер Спайер падает. Падает пух. Падают плетки. Прилетели корабторы. А что он есть? Сиук поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Не за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за. Сириза. А за-за-за-за-за-за-за. Спасибо за стримы. За качественный Старкрафт. Спасибо, Хали Кюпе. Зелков оставил. Дарков забрал. Коу, молодец. Одновременно идет центр всеми-всеми юнитами сейчас. Можно к пятой базе, кстати, зайти. Коу было бы. Либо попытаться поразводить. Но темпистами я не вижу смысла бомбить плетку сейчас. Дарки тоже отступают. Четвертый их устанавливают. Зелков видит. Коу, что здесь есть хата. Спасибо всем за поддержку, братва. Приятно. И очень-очень нужно в этом месяце. Ченджлинга, Коу заметил. Уничтожил. Сколько штормов? Что-то штормов у Коу маловато. Меня беспокоит, конечно, отчасти. Штормы пошли. Карапторов очень много у Ревы. Отлетает Коу назад. Телепортируется. Куда он телепортируется? На мейн. На мейн, ё-моё. Постоянно отступать тоже не вариант. Штормы криво раскидал. Карапторами ничего не сделал. Надо опять разводить зелами, да? На мейне прилетать. Другого варианта я не вижу. Гейтов 7 штук. Почему по 5 зелков-то всё варкаться? Не пойму. Так, ну они со второй атакой плётки быстро ковыряют, на самом деле. В это время зелки пятую прессуют. Коу вроде как не атакует лоб, но на самом деле всё чётко делает. Смотрите-ка, разводит. Здесь третий кубок. Дроны на мейне с королевой погибнут. Скорка тоже погибнет. На третий бас зелки накидываются на рабов. На всё-всё. Ой, темписты брудов ковыряют. Рева не прикрывает их. Косяки, косяки. Нужны штормы, правда, ковы, чтобы лучше здесь всё было. Да варп ещё зелков гигантский идёт. Хайф будет уничтожен. Но брудов осталось много. Аж 8 штук до сих пор. А шпиль есть. То есть только карапторы Реве и нужны. Их 25 штук, ё-моё. По воздуху доминирование просто будет. И сейчас от револера. Для ковы ничего хорошего. Это не светит. Так, грелки пошли. Ну, кстати, с грелками, с грелками можно действительно попытаться расковырять будет. Ну, сколько... Так, две есть, две будут. Плюс один на воздух. Ошибка не делает ков. Плюс один на воздух. Очень жёсткая эта ошибка. Пси-штормовиков нахренам-то всех вархонов сливает. Зачем? Тоже не понимаю. Ему бы сейчас бы этот... Побольше бы шторма, чтобы вот это всё проштормить жёстко. Всех этих карапторов, блин. Так, грудов Рев видит. Оп, на эту базу. Да, дарки идеально сюда идут. Здесь не готов Рева просто к обороне. К грудовой обороне, как говорится. Летят ещё две грелочки мимо. Карапторы пролетают. Зеленью начал заливать Рева там Ку. А дарки в это время нарезают. Просто пятую базу. Не готовы дроны к такому сюрпризу. Их с удара просто крошат, пацаны. Ку собирается драться в лоб. Именно так он и собирается поступить. Так поступают... Айурские протусы, блин. Хотя я не знаю, какой там Ку-протус. Айурский или какой. Так, да. Очень много карапторов, ребят. Телепорт Ку просто не успевает делать. Ну, пока раптором штормов много накидал. Ну, темписты падают, ребят. Лимиту... Грудами нечем драться. Раскладывают всё-таки револьвер Ку. Принципиальная дуэль. Серьёзная была. И похоже, Ку не вы... Хотя ресурсов больше намного, посмотрите. Но здесь-то база целая, добывающаяся. Да, хрена запас. И я уверен, что здесь просто не перевернуть уже будет. Похоже. Ну, а рево такую даже приятно удивляет. Показывает неплохую макроигру, я вам скажу. Так, где ещё всё ещё? Призма шакалит, что-то летает. Чем брудов разбирать? По земле 4 реводжера и 4 роучера. Всё. То есть нужно хотя бы сталкеров штучек 10. Ну, каких 10? Нет, 10 слишком мало. Тут бы 20 сталкеров, но на них ресурсов нет. Они бы убили бы всё на самом деле. Под блинг, под брудов и всё. Так, призма с зелками здесь разваливает. Здесь Ку прилетает. Караптерами начинает обливать всё. И обольёт, и ничего с этим не поделаешь. Грелок 4 штуки. Нет, они не спасут против 17 караптеров. Это очевидный факт. Очевидный момент. Ну, вот здесь Ку подрался. Ему либо намного больше шторма нужно было, либо разводить дальше. И чтобы грелок у него было штук, ну, 8 хотя бы. А у него 4 было. Он с четырьмя бой принял. Это мало. Плюс ошибка гигантская процеса, в которой не делают на воздух грейдов. Ну, у тебя, у тебя там мазеркор, темписты, грелки. Хоть одну атаку 100-100 сделай, и то уже другой совершенно эффект будет. Ну, кстати, смотрите, сколько у Ку. 6 грелок. Они все живенькие, живёхонькие. Сейчас будет 7. Ну, караптеров 17 штук. Даже с такие демеджины они не смогут выстоять. Просто вот в чём проблема. Ку проблевает дрона. Пойдёт Рева вперёд грелок этих убивать? Не думаю, что пойдёт сейчас прямо. Чё-то там заказывает ещё. Чё он заказывает? 12 караптеров. Всё, конечно. Слишком доминирование жёсткое, воздушное. Здесь у Ку. У Ревы, простите. Ку улетит-ка ж вперёд, но что он сделать здесь может? Я не знаю. Да ничего не сможет делать. Наламывается на караптеров по угрелками. Вроде неплохо дрался. Кстати, вот этих-то караптеров, может быть, даже и пробрил бы, если бы прирост не вышел. Кстати, смотрите, как грелки жарят просто в хлам. Караптеров. Но вышел прирост. Ревы пишет кул. Рева ещё там понтанулся немножечко. Караптеров выводил. Вот. Понтарес, понтарес, понтарес. Конец. Ревы пишет. Так, а чё такое-то? Чё револьвер-то вышел? Я чё не понял. Демку смотрим. Короче, ребят, я всех приветствую вас. Благодарность большая Ким Чензергу за организованный шоу-матч. А вам же большая гигантская просьба, естественно, поддерживать меня и мой канал, чтобы было больше таких игр и вообще, в принципе, Старкрафта. В этот месяц стримлю по КД, ставлю записи и половину времени примерно стримлю прямой эфир. Так что не стесняйтесь подписывать на премиум и поддерживать. Погнали! Третья игра! А в этом месяце очень надо. Надо пробовать апперы нагонять, надо закрепляться на втором месте хотя бы. Ну и стараться догнать, да. Что, прям-прям бесплатно? Прям-прям бесплатно. Прям-прям бесплатно. Прям-прям бесплатно. Прям-прям бесплатно. Прям-прям бесплатно. Карта Апофеоса у нас. Здесь Гейтгаз, Нексус, Кибернеточка, соответственно, вилд. Застройка на лоу-грамонде. Так, и она по предположенному направлению. Здесь еще одно здание вот так уставится и остается проход как раз получается. Матча на лоу-грамонде. будет через час будет отборочные будут отборочные на home story cup европейские которые я тоже буду стримить финальную часть home story cup вся информация про марафон есть там где есть рейтинг на это справа на главной странице можно посмотреть привет живоданчик эмоции так много куда больше то эмоций надо мне перекусить будут успеть такое не я честно говоря усталость накапливает свою ночку тонут столько стремить таком графике это очень тяжело блин потому что я просто как бы встаю иду сюда успеваю ну хорошо хоть делаю зарядку как бы там брусья турник занималась чередую дома тут отжимает как бы тоже из мне эта тема щек мертвого был бы просто стою иду стримить вожусь ставлю запись я не знаю что такое монастол но я уже говорил всем что если в топ-3 попаду то часть денег выделю на гг года как турнир который будет декабря куда яндекс уже призового тоже напили ну примерно одну пятую на приза как бы так вот это будет сколько зависит от вас ну и конечно же организуем так 4 гейтауку но это вот более стандартная такая тема на самом деле это выход в хара с дарками получается так же финал месяца гулку искать сегодня будет но он будет 21 00 начинаться через час после хомстори капа я буду стараться и то и то вот стримить зерга мы еще не сыграли не знаю что там зерк сейчас хомстори начинается зерк тоже специально стримит наверное некогда будет час пока играть с ним как бы как бы нужно одобрение зерга получить не будет его то никакого матча соответственно не будет так а раз пошел нотовер стоит бесхозный но что овера то не забрать ема забирать надо конечно более безуму там за несколько ударов просто забирают овера шпиль не видел повод это плохо конечно и не готов во щеку например к свечу в мутку но свечу мутку будет в общем или не должен быть вообще миллиметра просто до шпиля движена но он не видит этот шпиль просто королеву подрезал хороший контроль как она лопнула сейчас прикольно но 9 муталисков готов ли кул с ними биться опа здесь две призмы четыре архона вообще по новогодним известно что не что а что по новогодним должно быть известно и что-то не понимаю если честно так массоверы просто висят на золоте прилетает кул четыре архона это просто погром здесь устроен гущих соплай блок уже обеспечен практически тут ревит не надо только против роучей биться вот мутка прилетает сейчас а как мутка будет биться если здесь четыре архона загружает скул пытается улететь на лоу граунд надо дроп от архонов дропает архонов сбивается хорошо архун наваливает несколько муталисков подбрил и кстати полный свитч вообще мутурева делает потери этих а а знаете в чем прикол что мультитаску кул то не работает в это время блин то есть все нормально он делает с архонами там дерется да потерять было их плохо но где контроль дома то ё-моё контроль отсутствовал просто напрочь пробки сюда на золото что должно было быть ключевым моментом ведь харасс делается не для харасса а для того что преимущество получать что преимущество получать надо ведь и дома законтролить тоже вот здесь пробок уничтожено 23 72 по боевому лимиту это провал десятку то иммортал на муви шли пришел до бомбит просто хату дальнюю и чем там так здесь рево муку благополучно сливает дарки чё-то бегают купят здесь а не хватило дэмоджа под лингами развалить эту хату четвертую архону точнее имморталу прошу прощения и кул летит призма опять мутку ловить ну поймаешь что-то или нет так утро учи пришли кул контролить пытается контролит очень плохо с 30 лимитами умудряются сдержать боевыми 90 просто сейчас здесь куда-то побежали дарки а вот на эту базу сейчас они бегут шатать кул прекрасно видит что револьвер будет дальше давить сейчас еще до варпси штормовиков идет шторм есть шторм может здесь подрешать и очень неслабо на самом деле дарки как-то неаккуратно очень здесь бегают то ли в атаку то ли так назад пошел рево чашу кул четвертый нексу ставится его летит его принимать ну что мне нравится у ревы с кул так это то что они играют смотрю в макро да парабам у ревы какой-то провал полный 50 на 70 в пользу кул удар если слиты в итоге так мутка все мутки харасс фактически закончен 4 муталиска осталось это смех просто они ничего не сделают пару сталкеров надо бы кул варпануть и отогнать нахрен эту мутку уже пора бы ну вот если кстати а ну хотя нету просто просто нету вот прикиньте как эта тема кого работала с помощью мув призмам дел а ведь если это так работает то можно игры и дануть таким образом вот этот вот вот эту оборону от муталисков грамотно сейчас вот до заказа ухо почему-то нет не понимаю почему так прибежали ленге на зелков попадают зелки без чаржа очень скоро чарж доделается здесь муты под фотонкой бьется зелки выходят сливается нужен до варп еще если рево пойдет всеми в этот проход то такие сейчас штормы смачные зайдут номер один пошел рево передумал больше не хочет он шторма ну кстати здесь смешное количество войск у кого нужно отступить немножечко назад люркер дэн делается муталисков здесь две штучки осталось в сталкерах развалится плюс 2 очень быстро на самом деле муталисков это так увидит куарева смещается вообще да видит прекрасно фризма в наглую мимо армии револьвера полетела вперед здесь очень много шторма уже но архонов то куда танковать повел ё-моё отойти назад надо верчаш выставим три фотонки там есть в рампе кстати говоря четвертый нексус начал добываться мазер курс левая левая шторм пошел смачнейший сейчас просто еще штормы надо кидать кидает у еще шторм здесь продавить не может зерк точно и сейчас звелки хорошее забегание будет звелков от ку он там и контролит видимо сейчас да пошло это забегание хорошее под ударом рабочие под жестким кстати ударом надо хату райт кликом фокусить хату фокуси ку что ж ты делаешь то блин хату фокусит наконец-таки сейчас прибежит армия револьверчика и возможно хата не погибнет есть сделки не направлены нет они направлены именно в хату сейчас были два осталось здесь два полетел на мэй золото кончилось старая только база фактически у револьвера добывается но 16 муталиска в заказе но их 16 будет всего готов ли ку к этому люркер дэн сейчас минус что ли будет да минус люркер дэн посмотрите два люркера есть и все больше не будет пока еще и рабов поубивали ё-моё 48 68 парабам ну вот мне что вообще поражен с эти уку харасит харасит блин а лимита своего 140 постоянно где лимит-то боевой куда-то мутка полетела попал пару штормов а дальше то что два астергейта делается надо идти вперед мутку сдержит я думаю по уизе там но решил отступить сейчас фатонок миллиарда стационарная оборона дохрена вообще везде только на мэне как-то маловато единственное архонщики летят харас так мутка получает дамажа немножечко навар в талкеров под фатонки мута прет две фатонки этого маловато мягко говоря так несколько муталисков уже уничтожены выверчажем еще одного муталиска кого забирает там опять люркер дэн пошел лево пытается восстановить свои хаты архоны под мутку сейчас дропаются призму то сбил но архоны расковыряли муталисков очень не слабо здесь навар сталкеров идет 163 192 нужно идти вперед быстрее сейчас кого я не понимаю чем тянет как бы чего здесь тянуть пока там сверх каких-то технологий но ну не появилось новых и новых все так есть блинк то вообще блинк есть есть блинк сталкеров конечно дает что-то у сталкера тут одного заходит через верх на новейшую базу два дарка опять на этой четвертой начинают терзать ее здесь надо хату забирать сразу же здесь стал кримина изящих мутку пробревать просто под блинком агрессивным конечно плюс 3 делается два муталиска минус продолжая движение в центр сейчас естественно куда ему деваться здесь 2 люра всего люркер дэн новый готов там выход темпистов идет экономика укол замечательная здесь так мутка стоит мутка не выбито до сих пор куда будет смещаться ривот сюда можно кстати зайти попытаться нет он никуда не заходит он крип пошел вычищать ну крип вычистить это дело хорошее против зерга но и скрип армия будет ходить а вот так здесь не добил крип корочку не заметила зря можно восстановить с этих тупо 2 крип туморов все 16 люркеров вот это стрёмно для кого вообще но мазершип делается ну до мазершипа можно 5 раз отдаться но с таким количеством имморталов и шторма я думаю что отдать все таки тяжело будет а сколько люры вообще я вижу 16 штук сейчас точно а может быть и больше будет видит рева где коу бегает сейчас штурмовиков коут забыл в это время шпиль коу убивает призмой на мэне 200 в 200 уже движуха идет будет коу заходить нет решил не заходи сейчас правильно на люрут сложно зайти в такой позиции тем более понимает коу что у него жестко люркер здесь разваливает рабов понимает коу прекрасно что у него мазершип делается у него хорошая экономика он в такой же экономикой как у зерга сейчас живет и это замечательно так зелки пытаются лэр убить не лэр мне кажется не получится забрить брудлинги подрызли плюс мутка но хп мало останется пару соток хп наверное останется здесь рабы пытаются помешать даже меньше сотик хп 120 10 130 хп получается осталось так здесь идет рева вперед коу видит это бой надо принимать сейчас ну кстати рева быстро смекнул что здесь его развалят со штурмом в мясо просто их отступил в итоге еще один нексус от хоу экономика сильная так чё там отдала сейчас нельзя кого давать револьверу идти к нему почему потому что если он даст то так здесь на четвертую наломлю ра в принципе есть по всем направлениям уху но база то важнее по вот эти то есть как он здесь драться собирается еще тут не понимаю он сейчас всю экономику потеряет люркера наконец-то убил здесь идет врыв люру мазершип прилетает мазершип помогает а телепорт же есть домой ёма нет тогда все правильно поуделать я что-то сегодня втыкаю опа 4 каррера на мэне строится ну блин гидры много тоже с другой стороны личинки хопу штормился чтоб рева не заказывался здесь никого ни в коем случае а в сервер потерян а вот теперь можно домой идти на люру не надо лезть какое об сервер уничтожен коу смекни коу понимает что об сервер уничтожен и смещается на вторую базу убивает весь продакшн здесь выходит новый овер и оверов не сбивает коу но они полетели мимо он хату сейчас убьет добьет добычу и убьет мэйн судя по всему даже если рева там пробреет последнюю базу коу а он пробреет вот эту базу то сюда ему будет не зайти здесь шторм здесь каррера здесь дохрена всего сейчас еще и лэйр погибнет короче здесь пул догорит уже скоро без скрипа получается похоже на 2-1 ну какие игры да мощные такие у коу с ревой прям сегодня идут я бы сказал бы козелок тут режет гидральсков сзади бежит вся армия отступает рева на убью сейчас еще резанет одного коу заметил не стал или пор домой кого делает на вторую базу карреров возьмет с собой видимо сейчас будет из моих артсервер то вообще до 3 есть даже где они вот они все висят здесь замечая что они все здесь висят диспансмайнинг начнет сейчас так на нексус откуда он давно видимо был заказан этот нексус поэтому и ресурсы нашли так на карреров есть ресурсы надо заказать мушкары тогда у следующих карреров здесь рево пытается у него на хату кстати есть у него шесть дронов как бы шестью дронами тут давить я закрою проветрил то душно то холодно как обычно короче наши войска так тут ченджлинги какие-то смотрю бегают коу принимает обувь сапплай блоки сидят сейчас у коу нексус надо восстановить он понимает что надо восстановить сталкерами можно пока побегать чуть поконтролить малеха врево вообще вот тут у разбитого коры то у него вообще кроме этой хаты собственно ничего нет у кого-то он тут инфраструктура осталась немеряна на самом деле то есть ему просто нужно нексус начать добывать как так стал трудовку отдал 1 у почти забрал оверсира забрал он сзади еще версию стоит кучу не видит смотрю о чем контроль ты день ходит вообще ходит куча сверху уйдет просто ну по один смелый гидрал пошел вперед минус смелый гидрал этот уходит короче в общем-то за минуты ожидания такие ну кого понимает что у ревы ничего нету кроме вот этой хаты то есть зергу нужно расстроить здесь все пул лэйр здание еще продакшен еще хаты а у него просто база и здание в общем-то с продакшеном уже есть то есть ему просто надо рабочих настроить начать добывать ресы и фактически просто построить еще ну каких-то юнитов и убить сейчас будет люркер уничтожен кстати два пилона может успеть выбить савлай блоку еще жестче станет блин чоку тянет тут я единственная хз здесь в этой игре хотя не мы я думаю в любом случае успеваем на холмсторе все отлично кого так Я, конечно, все понимаю, но меня интересует только один вопрос. До какой стадии собирается сидеть Коу? Что он хочет именно построить здесь? Может, он хочет потроллить как-то Рео? Известны тысячи. Вот сейчас как будто реплей сломался в первом Старкрафте. То есть ресурсов миллион, ты хоть пилоны строй, не эксус новый, что-нибудь такого делай. Что вот он встал, не знаю, здесь. Что-то пишет Коу, короче. Что это за слово? Я не понимаю, ребят. Если кто поймет, то... А? На карте вижу. Короче, походу это такая, типа комитет, что ли, блин, или что это? Я АХЗ, ребят, вообще не вкурил. Кто разберется, пишите свои версии. Сразу что-то пилонов тут Коу набомбил, идет вперед. А что кареров оставил, не понимаю. Какой юнит ценный. Вперед. Двумя-то атаками, е-моё. Они же там помогли бы, серьезно. Короче, Коу решил Реу даже без кареров идти добивать. Штормовиков 12, главное, что, ну, тут, то есть... Шторма хватит на всех, что называется. Рева идет в контратаку, но там как раз на этот случай 4 карера оставлено, и есть шторм еще, естественно. И Коу еще и телепортнуться домой, успеть, самое интересное. Будет телепорт домой, кстати? Да, будет телепорт домой. Гегорий его пишет. Айур? А, точно. Я что-то не вкурил сразу, что это может быть за слово, признаться честно. Все, теперь понял. Я вижу. Вау. Так, мороз хочет Рева. Так, нет, храм во льда все-таки это. Так. Так, готов ли Коу. А это красиво вообще писать Айру в то время, как Рева напрягается и кликает без уст. Или что, клава пылает? Ну, Рева, эти клики должны быть эффективными, чтобы помешать написать Айру. И написать просто Шакурус, короче, прийти на зерговской базе, понимаешь? Иначе это все бесполезно, короче говоря. 2-1 Коу идет, поехали. Ну, а вы помните, что нужно поддерживать меня и мой канал. Кому нравятся стримы мои. Вот. Подписывайтесь на премиум, отключайте Адлоки и поддерживайте. Приквените написание через плеер. Ждем. Че не ждем, игра уже идет. Вы пока ждете там. Ну, скоро у вас она пойдет, конечно, потому что задержечка есть. Так, у Рева говорит хитрая страта с отменой двух газов. Выехал Коу, разведал всю хату. Кто видит, 3 хат и пул, что ли, это будет? Не, пул пошел дома. Спасибо. Спасибо. Привет, Рейнбит. Привет всем. Спасибо. 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 Ну что, Коуни, Эксус достраивается. Гейт, почему-то один, стенки, но он не спешит. А, он, наверное, видел, что газ поздний, у Рева был газ. А, он вообще газ не видел, он вообще мейн. Годите, а что он видел? Он ничего там не видел на мейне. Еще один гейт добавляется, адепт вперед пошел. Да, пошел адепт вперед. Кстати, тайминг твайлайт ранний, очень даже, я бы сказал, сейчас. Ну что ты, не гулялся сегодня, Волк, смотришь, и поиграл. Адепт МКУ мейн проверяет, здесь третья хата готова. Лейр у Коу делается. Ой, у Коу у Ревы, конечно, делается Лейр. А здесь вы видите, что стандартный Харас Дарки Архоны, в общем-то, в начале получается. Так, Роуч Ворун добавляется. Минус овер сейчас был. Два Дарка Коу варпит. Еще плюс два, отменил вовремя пробку, заказал пилончик. Будет ли врыв Дарками или сразу Архонами? Сразу Архонами Коу собирается врываться. Здесь у нас овер на третьей базе льет крип, поэтому не заказать хату пока, Нексу, точнее Коу. Там что-то ручий мастер, смотрю, у Ревы. Пытается Коу королеву срезать здесь. Не так-то просто срезать королеву, оказывается. Минус овер, 68, 94 по лимиту. Ну, проучим, скоро будет готов. Коу необычный, третий Нексус, смотрите, какой-то прям ставится сейчас. Видит, что ручий мастер, делается чарж, есть робо. Но я его вообще не видит, где у Хоу будет Нексус. Здесь овер, кстати, не выбивается. Зря нужно улететь бы выбить его. Здесь шпиль пошел стандартный, между прочим. В черт раз активировал премиум на ваш канал. Спасибо, вот сэр Тарас. Так, не получилось, Коу, сейчас овера пробретит. Ревы пытаются муту уйти, чё не полетел ХЗ за овером? А, здесь ручий реводжера идет пуш сейчас. Ну, чуть четыре Архона, посмотрите, Коу вообще... Куда он пошел-то, я чуть не понял. А как Коу уйдет-то? Его сейчас ревы развалят, сломают. Идет Коу вперед. Да, здесь два есть и мертвого. Да, здесь есть четыре Архона. Но этого недостаточно, чтобы пробрить всю армию револьвера сейчас. Вот в чем проблема. Или достаточно. Нет, ну, чтобы всю пробрить недостаточно, но Коу более чем нормально подрался сейчас, по-моему. И чуть не развалил. 15 роучей еще заказано. Коу, понимаешь, надо давить. Но тут-то и мы добавляются, по чуть-чуть, понемногу. А чем больше ремов, тем меньше шансов у этого Миксона успех всего. Но Коу куда-то прет. Куда ему все надо лезть-то, я не пойму. Это ошибка, непонимание происходящей ситуации, на самом деле, идет от Коу. Если он сейчас отдается, это ГГ сразу же. Отступает Коу. Это время зелки прямо на мейн влетают. И он шпиль покусит, чтобы нутки не было. Ёма. Зелки прыгают за королевой. Коу вообще тупит сейчас. Мог бы, если бы сразу наш пиль направил бы, то шансы бы были бы. Плюс давар парочки зелков, шестью бы там выбил. Но сразу не направил, в итоге ничего и не убил. Так, Эмор-то четвертый, я так понимаю, вроде строится. По боевому катастрофа. Вот 133 на 52, ребят. Что это за лимиты-то такие вообще дикие. Так, Эмор-то, Коу забывает сейчас вообще. Так, Паер-болы пошли. Ченджлинга в Коу прогревает. Мазер-кур рядом, есть здесь. Летит мутка. Коу пытается нормально драться. Нормально тяжело подрать. Скаута 40 на 130 боевого лимита. Ну, 50 будем считать на 130. Рео идет вперед. Четыре иммортала, конечно, космос. Демоши раздают сейчас. Рео своих же юнитов фаерболами сейчас просто бьет. 97 на 140. Еще чуть-чуть Коу разберет, мне кажется. Рео просто мог бы разобрать. Но вот линги еще прибегают. Хотя и здесь Коу еще не отдал. Что самое интересное, обратите внимание. Ну, что-то много лингов. Дотекание идет, сделки выходят. На чаржи прыгают вперед. Если Парфоны за это время еще бы не отдались, так вообще бы ништяк было. Но 67 на 109. Все пробки уничтожены на дальней базе. На этой у Коу. Хотя у Коу еще есть ресурсы с другой стороны. Пробки восстанавливаются. 173 на 107 по лимиту. Прямо удивительно как-то. Я удивлен, что Коу умудряется благодаря призме драться просто с такой эффективностью. Это молодец. А эффективность реально высокая получается. 12 мутарисков еще делается. Шторм заказан. Поздновато шторм. Ну, тут муткой ровочами надо доживать, видимо. Так, 89, 132. До Варф еще штурмовичков идет. Роучик вот пытаются тут задигнаться. У Ревы плюс вообще грейдов нет. На самом деле получается все. Если у Ревы эта тема не заходит, то все, короче говоря. На дальнюю базу два зелка забегают. Очень прям, я скажу, сейчас к тему. Рабочие падают. Один зелук, один роуч здесь есть точнее. Рабочих 8 просто уничтожил. У Реви сейчас. Ну, мутка летит харасить мейн, а на мейне ничего нету. И на второй базе, кстати, тоже ничего нету. Зато есть Архоны в призме, любимые. На мейне есть пару потоночек. Ну, что-то все печально здесь у Куу, несмотря на то, что он пытается кашибиться. Ой, призму сейчас сбил Рева. На глава такую влетал. Пытается идти вперед. Вон тут роучи стоят. Надо биться, принимать бой. Архончики еще до варпливаются. Ну, 70 на 150 это катастрофа по лимиту, конечно. Так, здесь Дарки все еще бегают. Версир есть? Нет, не наблюдается у Версира. Ну, что, Реву харасит тут минеральную линию. Нет, 60 на 150 все-таки дожимает здесь Рева. Прям первый такой супер напряженный матч-шоу-матч, ребят. Здесь нужна решающая игра. Скиллос развалил, получается, Реву. Рева развалил Вердоса. А Коу с Ревой бьются на равных пока что. Мутко уйдет вперед, но тут слишком много и роучи, и мутки, и всего-всего. Роучи врываются, к Архонам один вообще там гоняет оверов, блин. Ну, стэк неплохо Архонами тут Коу проатаковал, но толку нету. Мутко выживает. 40 на 120, скоттус, труп, ОБГ, решающая карта. Да, да. Поймени. Тов Добавил. Прямо. Так, так, вообще-очень. Тово. На этом. У вас есть. Идем. Продолжение следует... Ждём готовности от револьверчика. Продолжение следует... Что-то револьвер пропал. Продолжение следует... Поехали. Галактический процессор, решающий пятая карта. Ну, кстати, карта не такая уж прямо... Крутая для процессора. Галактический процессор, решающий пятая карта. Так... Так... Чем грудь тябла я не делал? Для начала надо транслитом не писать, а писать нормально. И тогда, возможно, произойдёт что-то положительное. Поехали, ребят. Рево против куб, пятая решающая. Оп, разминочки. Немножко. Фу, блин, прям... Хорошо, ну как-то... Какое-то самочувствие такое. Продолжение следует... Так, ну что Лингофрева вообще не строит Ноль Третья хата сверхранья Халявная просто, до нельзя получается Эта хата Ну билды меняет немножечко Билды, как бы, опенинги Рео Это правильное решение Ну что, тут что-то адептик ходит укол очень-очень долго Интересно, юнит укол сейчас заказан, как вы видите Здесь летит овер, но летит он очень медленно Поэтому он ничего здесь не успеет увидеть вовремя Плюс пара гейтов Здесь нужно камни подблочить, соответственно Девять дронов Рево именно в экономику сейчас жесткую играет Он не собирается сгрызать и никаких делать Вне вижена полетел овера этот оракул вперед И, кстати говоря, на карте он никого не встретит Судя по всему на своем пути Ну на какую базу Коу полетит? Если на третью, то это ошибка Потому что здесь два Ну, Коу уже не знает, сколько здесь дронов Вот в этом-то и проблема Ну уже их три становится На мейн надо бы залететь сейчас Что Коу делает? Ну, понимает, что здесь ловить нечего особо Слишком на дэмэджи на оракул Ну, хоть два дрона подрезать И то хорошо 40 на 39 Сейчас только Рево сравнился Сейчас плюс выйдет парабам Ну, Коу хорошо по экономике идет Если Рево ничего с этим третьим Никсусом не сделает Так вообще у Коу все будет хорошо Он Фениксов играет То есть сейчас еще будет Харас продолжаться То есть будут Фениксы летать, напрягать Здесь Адептик встает на рампу, кстати говоря Что происходит-то вообще, Коу? Ты что делаешь-то, ё-моё? Минус центра просто на ровном месте Ну нахуй такие нужны катки-то Взял, пропустил Линго в король Линго пропустил, потом Так, ну и что поднял? А, ну тут прилетают Фениксы Линго минус Ну, вроде как, Аракул контролит что-то Было три шоу матча Рево-Верди 3-0 Рево Рево-Скиллос 3-1-Скиллос И вот Рево-Коум 2-2 счет в данный момент Рево делает Муфроучем делает Гидроден Гидродене 5 гидралисков заказано Учитывая, что Грейдар в Гидродене не делается Похоже, что Люркерден дальше будет Но не факт Ну да, вот что вот это такое Забегая не хочу Просто Могут спокойно проходить Любые юниты Так, Гидру Коу прилетает Разваливать Начиная Рево просто в мясо Смотрите 4 гидрала Как в куста Просто уничтожено Аракул Королеву проблевает Здесь Феникса Тоже королеву проблевает Коу как-то на ровном месте Тут хороший Харас устроил Казалось бы, да? Еще гидралиск Еще один придет Гидрала-то проблевает Коу Еще Так, 1 адепшок Гидрала проблевает Коу, короче Как-то непонятно Сейчас Туда-сюда И Коу в плюс Захарасил Причем Посмотрите Какой серьезный Уже 1800 Он в плюс И сейчас Феникса А4 Феникса Напомню С одного поднятия Королеву забирают Королеву заберут Забрали королеву Еще Фениксов Коу при этом Добавляет Уже по 2 эмур Строются В роботиксах Здесь фотонок Нет Это не очень хорошо Ну В креве В принципе Нечем пока Захарасил Минус дрон Минус овера Еще можно сделать Есть 1 гидрал Он всего 1 Он там под споркой Только поплеваться Может выйдет В чистое поле Сразу будет уничтожено Еще дрончик Коу забирает И еще Феникс подлетает Короче Харас жесткий Пока идет Со стороны Коу Здесь дрона Заберет Еще 2 Ну Плюс Коу Здесь 60 86 Парабам Экономика В плюсе В абсолютном Коу Получается Продакшн Уже добавляет Он То есть Гейтов Здесь 2 А ну Хотя Здесь пока 3 гейта Плюс Еще 5 Добавляется Архивы Темпларов Ну Рева Зажат Просто Сейчас На базе Получается Практически Ничего сделать Не может Пока Гидрой Бегает И почему Почему Вот Почему В такой Ситуации Рева Не сделал Рейндж Гидре Сму Я просто Не понимаю Это же Намного Было бы Проще Отбивать Все Вот Это Дело Но Рева Почему То Не Сделал Этого Ничего Вот Только Пошел Грейт Он Понимает Что Нужен Нужен Этот Грейт Хайп Интересно Для Чего Хайп Спиля Нет То Не Брудлорда Судя По Всему Вайпер И Может Зеленку Кинуть Или На Землю На Воздух Хз Минус Овер Минус Так, полетели зелочки. Штукова спокойно абсолютно действует. Никуда не спешит. Четвёртый Нексус пошёл. Видит револьвер, что здесь масса морков. Здесь всё завлочено. Две форжи работают. Там вайперы строятся. Какой-то выход от револьвера в роучи. Так, роучи гидровайперами. Но это, кстати, олдскульный очень такой выход, я вам скажу. Если получится имморталов цепануть, то может больно быть на самом деле сейчас. Так, роучку отпобежал. Коу мимо этого роуча идёт вперёд. В это время разводка. Короче, сейчас будет атака в лоб вот этим миксом, судя по всему. И дробчик. Так, Грейтер Спайер. Грейтер Спайерку увидит сейчас прекрасно. Что он делает? Я не понимаю. Вот, шпиль надо, конечно, выпиливать сейчас. Пытается рева спасти свою надежду на победу дронами, но нет. Шпиль будет уничтожен. Коу прилетел вовремя и туда, куда нужно, что называется. Призма сныкалась. Ну, вайперы вытянут её, скорее всего. Но здесь уже мазершип, здесь уже темписты. То есть, в этот раз Коу раньше гораздо всё это дело строят. И правда всё это вытягивается, в общем-то, вайперами. То есть, роучи гидра, если грейды есть. Ну, правда, здесь всё плюс один, грейды-то стрёмные, как бы. Если бы вот эта роучи гидра была хотя бы с двумя атаками, плюс вайперы, штучки четыре, вытянул мазеркор, вытянул. Хотя здесь штормы, здесь тяжёлый микс, такой у Коу. Вообще, преимущество гигантского Коу сейчас в этой игре нужно отметить, особенно технологичное. Как только он достигнет 200 лимита с такими ресурсами, я не понимаю, почему он так медленно мазится вообще. Ему гейтов добавлять, ну, всего надо добавлять просто сейчас. Вот. Он-то его будет не убиваем. А, гейтов у него вообще, он начнёт, уже и выйти пора добить, мне кажется. Так, роучи принял, здесь зелок какой-то, роучи поймал. Второй армор пошёл, атака делся, грейды не бустятся, фаржах. Вот это вообще, ну, провал. Надо всегда грейды бустить. Бустятся пустые роба, нужно успевать замечать такие вещи, переставлять туда, куда необходимо, да, как бы вот эти вот бусты. Призма опять на мэн. Ченчлинги здесь две штучки есть. Пускается Рева, увидит всё это дело. Пошли филды, Мазершип сразу притянут, но вайперы все минус просто сейчас, в секунду в одну буквально. Пошёл Шторм раз, пошёл Шторм два, пошёл Шторм три-четыре. Коу отступает назад, заштормил всё мясо, по лимиту уже в плюсе. Гварденшилл, правда, кончается, сейчас и Архоны будут уничтожены. Ну, запас у Коу достаточен, чтобы сдержать вот прессинг вот этой гидры, по крайней мере. И есть блинк. Можно ловить всё, и нужно это блинком сейчас. Минус оверсир, заходит Коу на ХГ, надо блинкаться ещё раз. 19 гидрали, с такого револьвера ещё запилено. Будет легко наламываться здесь, не уверен. На лом идёт. А надо ли сюда ломиться-то вообще? Пытался вайперов вгуснуть, непросто это оказалось делать. И Грейтер Спайр у ревы, между прочим. А Грейтер Спайр, это опасно при любом раскладе, вот против такого микса процесса. Так, Сталкер, Темпесты в это время в лоб заходят, в то время как Зилы разрывают тут третью базу. Часть Зилов на мейн полетела, шпиль на второй, правда Грейтер Спайр я имею ввиду. Темпестов лучше Коу не отдавать при этом раскладе. Так, ну Зилки, конечно, тут напилили просто дико. 140 на 140 по лимиту. У Коу хороший запас. Можно хайв выбить сейчас. Кул, а Кул выбивает, Кул выбивает всех дронов. 18 уничтожено, хата третья уничтожена. Здесь что-то Зилке отдаётся, Кул падает. Может призму стоило бы увезти. Ещё три темпеста у Коу. Психотурмичков надо больше намного делать сейчас. Гидроден подрезает. Ну все технологичные здания фактически подрезал. Кстати, запаса ресурсов нет у Коу. У неё есть пятая база, зато здесь вообще базы нет. Ну, боевого лимита ревы больше, пока больше. Так, 2-2 на сделку. Вот опять ошибка, блин. Темпестов миллиарды уже строят по три штуки. А плюс один, даже плюс один не заказан, great. Но это фейл, конечно. Так, фейлки через вверх забегают, там оверы есть, которые спалят. Все это забегание. 3-3 Коу делает, поля уже можно делать, начинать на самом деле. Коу опять вперёд собрался. Да, опять вперёд собрался Коу уйти. Бруда, три штучки, три брудлорд в заказ. три бруда, здесь ничего не сделают, на самом деле. Так, гидра зелков принимает, или не принимает. Нет, зелки на пофиг вообще заходят. Коу заметил, что здесь гидра рядом. Пытается уйти, ушёл зелками. Обходит темпестами, с этой стороны. Не надо камни пробить-то, наверное. Как-то неаккуратно Коу действует, я смотрю сейчас, признаться честно. Ещё три темпеста строятся. Птицы шторма очень много, 8 штук. Мазер шеф делается. О, попадает за место сейчас, просто на гидру, все юниты. Пошли штормы по гидре. Штормов, ну очень много. Темпеста в часть выживает, нужно гидру ещё раз штормить, что Коу делает. Ещё раз. И ещё раз следующий, ещё раз штормит гидру. Можно слить двух архонов, аж целых. Ну, кстати, часть гидры выжила. Коу тут всё теряет, на самом деле. Но у него хороший доварп, у него 3-3 делается. Три новых темпеста имеются. Бруда Коу убивает. Гидру Коу подрезает, Караптеру Коу подрезает. Этот 3-2 в пользу Коу. После этой игры не расходитесь. Будет Хоум Стори Коу подборочный. Сейчас там наших много играет. А в 21-0 в финал месяца Гоу в ОСК, где будет биться Блай Стрэндж. Ребят, ну и благодарю вас всех за поддержку. Поддерживайте меня и мой канал, естественно, по возможности. А мы, сами знаете как, в этом месяце желательно через плеер всё делать. А мы досматриваем эту игру. Но очевидно, что гидрой вот эти миксы не убиваются. Эти штормячки на муве слились сейчас все. Да, варп идёт на призму. Призму не фокусит Рева, а зря. Вот только потом от фокусов. Коу потерял мазершип, Коу потерял призму. Но в это время забегания на дальнюю базу ГГ пишет. Рева ГГ пишет. Коу. Очень напряжённая, равная была борьба в этом матче, нужно признать. Но одолел Коу револьвера сегодня. Но завтра этого может и не произойти, судя по этим играм. Не знаю, насколько готовность была у игроков, да, как бы в этом матче. Что, ребят, я к вам без задержки сейчас вернусь на некоторое время. Ждите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...